Привет всем! Как вы можете видеть, мы оборудовали себе наконец-то домашнюю студию. Потому что уже осень на дворе, и когда окрестные храмы, святилища и кладбища станут для нас недоступными, из-за дождей, снегопадов, никто нам сказать не может. А сегодня мы поговорим про очень важную вещь. Мы поговорим про похоронный буддизм. Именно так иногда характеризуют современный японский храмовый буддизм. Термин похоронный буддизм, сощки буккио по-японски, используется уже начиная с 60-х годов, когда вышла однаменная книга. И употребляется он применительно к современному плачевному положению дел в буддизме. Когда храм занимается в основном похоронами, а наставлением паствы практически не занимается. И в этом видео мы поговорим о том, как сформировалась подобная ситуация и настолько ли все безнадежно. В Японии буддизм стал заниматься поминальными практиками практически сразу после своего появления. Просто потому, что мог. У синта отношения со смертью довольно сложные. Дело в том, что смерть является источником кегара, ритуального загрязнения. Соответственно, ее стоит всячески избегать. Тут уж, как вы понимаете, не до похорон. Хотя синтаистские похороны на самом деле существуют, но до сих пор связываться с ними захочет далеко не каждый синтаистский жрец. Буддизм же не видел ничего страшного в смерти, не упускал шанса наставить на путь истинный, в том числе и покойников. Правда, до поры до времени надо было обладать достаточной степенью рафинированности для того, чтобы обратиться к буддистскому священнику с просьбой почитать сутры за покойного. По крайней мере, надо было хотя бы приблизительно понимать суть буддизма и необходимность подобных действий. Судя по всему, и с тем и с другим, у большинства населения Японии вплоть до 17 века было как-то туговато. А потом пришло христианство. И Сигунат начал подозревать, что для него лично это плохо кончится. Христианство запретили. Против христиан начались суровейшие гонения. И так как правительству было недосуг разбираться, кто там христианин, кто там нет, бремя доказательства своей невиновности легло целиком и полностью на плечи подозреваемых. Для того, чтобы доказать свою непричастность к христианству, человеку необходимо было каждый год приносить справку от ближайшего буддистского храма. Мол, все окей, я не христианин. К сожалению, очень быстро священники смекнули, что под угрозой жестокой казни люди становятся очень сговорчивыми. От них можно много чего добиться. Например, щедрых пожертвований. Ну вот ты получил от человека пожертвование, выдал ему бумагу и все. Дальше он свободен делать что угодно до следующего года. Хоть действительно в тайные христиане податься. Согласитесь, обидно. Так появилась Данка Сейда. Система созависимости прихожан и храма. Теперь прихожане были обязаны поддерживать храм финансово, а храм, в свою очередь, занимался похоронами и поминальными службами. Понятное дело, за пожертвования. На самом деле Данка Сейда никогда не было закреплено официально. Инициатива исходила исключительно от самих храмов, которые утверждали, что иначе справочку о том, что ты не христианин, не получить. Ну, ребят, ну откуда мы знаем? Вы христиане или там не христиане? Мы же вас видим один раз в год. Примерно по такой логике. Итак, похоронами теперь в обязательном порядке занимались буддистские храмы. Но на этом наша история не кончается. Она на самом деле только начинается. В 1868 году происходит реставрация Мэйди. У власти теперь снова император. Синта становится государственной религией. И теперь уже буддизм подвергается суровому прессингу. Контроль за населением теперь в руках государства и синта. У буддизма пытаются отобрать и похороны тоже, но очень быстро понимают, что это плохая идея. Синта по-прежнему не представляет, что делать с этой стороной жизни. Но в то же самое время, как раз в сфере похорон, для буддизма все складывается не так уж и плохо. Дело в том, что именно в эпоху Мэйди складывается наконец нормальное представление о том, что такое расширенная семья, Ие. И появляются связанные с ней законы. Например, закон, который гласит, что все ритуальные обязательства и семейные могилы переходят к главе рода. Таким образом, хотя теперь уже прихожане не боятся смерти на костре в наказание за следование христианству, у них по-прежнему остаются моральные обязательства перед могилами предков. И теперь абсолютно точно понятно, кто должен их выполнять. Глава Ие. Но даже тогда похороны, поминальные службы не являлись основным источником дохода для храмов. У храмов по-прежнему были обширные земли, с которых они получали доход. Все изменилось после того, как уже в послевоенной Японии провели ряд земельных реформ. И согласно этим реформам, буддистские храмы были обязаны продать свои земли. А некоторые просто теряли их в результате махинации местных администраций. Минус – очень важный источник дохода. И тут уже похороны выходят на первый план. К тому моменту, кстати, настоятели храмов привыкли целиком и полностью полагаться на своих данках и концентрироваться на удовлетворении их нужд, а не на привлечении новых прихожан. Но с прихожанами тоже начинались проблемы. Они привыкли видеть в священниках одобряемую государством деньговыжималку. Правда, на свой лад полезную, конечно, но все равно. И когда храмы потеряли контроль над паствой и перестали быть частью государственного аппарата, многие прихожане, руководствуясь принципом «раз мы вас содержим, значит, мы тут все и решаем», начали активно вмешиваться в дела храмов, решая вопросы вплоть до назначения нового настоятеля. К экономическому подъему 60-х годов японский буддизм был в целом не готов. Подъем принес много нового. Теперь уже расширенная семья разваливалась. На ее место пришла мама-папа-я, нуклеарная семья. А главы нуклеарных семей не торопились брать на себя ритуальные обязательства. И тем более забота о могилах тех родственников, которых они уже и не помнят. Похоронами теперь занимались похоронные компании, могилы находились на муниципальных кладбищах. А роль священников очень часто сводилась к чтению сутр на похоронах. Даже поминальные службы стали заказывать все реже и реже. Это время апофеоз похоронного буддизма. Его зенит. Именно во времена экономического подъема сложилась ситуация, когда среднестатистический японец сталкивался с буддизмом исключительно на похоронах. Тем не менее, духовные нужды японцев никуда не делись. Просто храмы их уже не были способны удовлетворить. В 60-е и 70-е годы количество последователей светских буддистских организаций растет. Появляется все больше и больше новых религиозных движений, часть из которых вдохновлялись буддизмом. В общем, храмовый буддизм впервые за много-много веков с удивлением обнаруживает себя в состоянии конкурентной борьбы за верующих, которую он хоть и не проигрывает однозначно, но которая сильно подрывает его позиции. Собственно, эта борьба продолжается до сих пор. Сейчас для большинства храмов похороны, поминальные практики, забота о могилах по-прежнему являются основным источником дохода. Поэтому не стоит удивляться, что разговоров о том, чтобы отказаться от похоронной темы совсем, практически не ведется. Тем не менее, уже с рубежа 19-20 веков в буддистском сообществе ведутся дискуссии на тему того, когда и почему мы не туда свернули и как нам теперь исправить положение. Наиболее радикальный путь выбрали все те же светские буддистские организации, отказавшиеся от духовенства совсем и выполняющие поминальные службы по минимуму, концентрируясь на вопросах жизни, а не смерти. В целом это работает, хотя, как выяснилось, обязанности священников все равно кому-то надо выполнять, и на это уходит уйма силы времени. Так что верхушка организации занимается или исключительно, или хотя бы преимущественно религиозными делами, практически превратившись в священников. Но такой путь тоже имеет свои плюсы. Например, он значительно лучше подходит для современных городских семей. В отличие от похорон, необходимость данка Сейда обсуждается довольно широко. По-прежнему хватает консервативно настроенных священников, пытающихся сохранить, а то и вернуть, данка Сейда образца первой половины XX века. Но, на мой взгляд, как и любые попытки что-либо законсервировать, этот путь является тупиковым. Других вариантов много. Кто-то предлагает сделать отношения храма и прихожан более свободными. Кто-то пробует превратить храм в духовный и культурный центр района. А в некоторых храмах любой желающий может бесплатно за пожертвования или за очень небольшую плату поучаствовать в самых разных практиках. От сидячей медитации до чего-нибудь более сложного. Итак, я думаю, вполне понятно, что от похорон и поминальных практик японский храмовый буддизм отказываться не собирается. Да и вряд ли уже сможет. Но сложившаяся ситуация мало кому из священников нравится. Даже наиболее консервативно настроенные священники все-таки идеалом считают положение дел, когда прихожане встречаются со священником не только на похоронах. Попытки что-то изменить делаются. К чему они приведут, пока непонятно. Но, скорее всего, мы и дальше будем наблюдать эволюцию японского буддизма. Если вам есть что сказать по теме или у вас возник какой-то вопрос, милости просим в комментарии. Мы их непременно прочитаем и постараемся ответить. Ну и традиционные. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И пока-пока!